Извините, надо сворачиваться. Сказали нельзя, надо увезять. Территория части идет вот дотуда. Наша зона ответственности. Так что, увы и ах. Высокий забор воинской части на улице Шевелюха в Ярославле не пал перед нашей съемочной группой. Съемка запрещена, вход воспрещен. В пятницу днем за железным занавесом произошло ЧП. Солдат срочник оказался зажат тяжелой техникой. Проверку по данному факту проводит военный следственный отдел. В этой воинской части, согласно плановых занятий, переставлялась техника, скажем так, с одного места в другое положено путем тягача на базе трактора на гибкой сцепке. Значит, водитель трактора, который тащил, в его действии усматривается вина. Не убедился в том, что вокруг нету как бы людей. Сделал маневр, в связи с чем пострадавший оказался между буксируемым транспортом и соседними. Его, как бы, скажем так, по-народному придавило. Пострадавший с многочисленными травмами различных частей тела был доставлен в реанимацию военного госпиталя. О его состоянии сегодня не сообщает ни руководство части, ни врачи медучреждения. По нашим данным, потерпевшим оказался 20-летний Максим Федоров. Это его армейские фотографии, выложенные в социальной сети. Молодой человек был призван осенью 2012 года из города Лиски, Воронежской области. До Дембеля ему оставалось несколько месяцев. По данным следствия, управлял трактором также солдат-срочник. Его уже допросили, правда, пока в качестве свидетеля. В рамках доследственной проверки мы будем рассматривать вопрос вины как водителя, который находился в тракторе, так и старший, который всегда присутствует в этих случаях и руководит действиями водителя. Уголовное дело могут возбудить как по статье «Нарушение правил дорожного движения», так и по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой специальной машины». Решение будет принято после официального заключения судебно-медицинской экспертизы. Сам потерпевший в случившемся никого не винит. Об этом он лично написал нам в соцсети. Роман Корнеев, Анастасия Жаравина, Елена Масолова. День в событиях.